Обычно девочек за станок помещали, когда у них ноги, начинали доставать вот эти подножки. Тогда девочка начинала готовить свое будущее приданное. Продолжение следует... за сколько вы вот этот лоск сделали по времени так ну зависит зависит от того что если бы я только работала на подножках да вот просто платка полотно это быстрее но так как я еще использую элементы брата вот качество видите вот тут доска стоит я еще не пользуюсь естественно идет медленнее гораздо процесс качества а если вы допустим нужно было тогда я должна была каждую ручку этого узора выбирать выбирать девочки потише женщины будьте подобрать потише так вот сюда как хотите садитесь так чтобы другие видно было присаживайтесь вот и там точно также можно потому что бранное когда качество то есть когда узор выбирается руками вот это очень долго потому что если запустим тонкие нитки то есть узор будет очень это что у вас здесь основа идет синтетика с хлопком а нитки шерстяные для того чтобы мы тонкими нитками стараемся не ткать чтобы более рельефный был узор да чтобы было видно а как эта ткань быстро как бы вот складывается дело в том что из шерстяными нитками из них тоже изготавливали ткани потому что пошили верхнюю одежду из ткани который тоже изготавливали на станке брали обычная или льняную или конопляную основу а уток был шерстяной еще даже говорили через нитку проклятый одна нитка холодная другая нитка тёплая в сибири сибири очень рано стали использовать фабричные покупные ткани потому что сибирь была более зажиточная по сравнению центральной россии здесь домотканную одежду больше носили как рабочую одежду и даже когда переселенцы вы переселялись люди центральной россии да начали приезжали ходаки посмотреть место и вот один из них пишет в свою деревню передайте нашим бабам чтобы банёвы с собой не возили и здесь такие не носят вот понёвы это одежда домоткана естественно а здесь тогда носили это платье или чё понёва это юбка это юбка только вот мы сейчас называем юбкой а тогда это были понёвы а эти понёвы они как в поиске были через голову и через ноги одевать понёвы часто были понёвы распашные